В столицу республики прибыл первый из трех скоростных судов. Валдай будет носить имя известного кораблестроителя. Уроженца республики Алексея Крылова. Судно на подводных крыльях нового поколения объединило в себе новейшие конструкторские технологии. Речной туризм возрождается и такие суда очень востребованы. Азат Ахмадеев работает на скоростных судах более 35 лет. С Валдаем познакомился в 2019. Говорит, что система управления автоматизирована и это позволяет снизить нагрузку на экипаж. Вы помните ракеты, восходы, метеоры. Если сравнивать ракету с «Жигулями», то это уже иномарка. Оцифрованные, электроники очень много, автоматики очень много. Управление можно даже жестиком делать, одним пальцем. Управлять все очень хорошо. Мы находимся на скоростном судне Валдая. В чем его уникальность, в чем особенности? Здесь более комфортные условия для перевозки пассажиров. Имеется кондиционер, меньше шумность в салоне, меньше вибрации. В ходу очень хорошо управляется. Скоростное, то есть выдерживает скорость, экономичное. Здесь с комфортом размещается 45 человек. На улице такое пекло, жара. А тут прям свежо. Кресла высокие, мягкие. Все прекрасно. И едет как быстро скорость хорошая. Как на самолете. Как на самолете. Да, только на воде. Очень интересно. Ощущения такие, можно сказать, непередаваемые. Представляете себе, что пекло, а тут на воде и прохлада. Конечно, это будет намного комфортнее, чем в автобусе ехать. Я думаю, что будет очень пользоваться большим спросом это судно. Не только как, например, туристическое. Но я так думаю, что как вот такое именно маршрутное, пассажирское. Хорошая экология, красивая природа, уникальный национальный колорит. Для развития туристической отрасли в республике есть все. Мы идем в правильное направление. Правильно не просто мечтаем, а действуем. А наши действия направлены на то, чтобы, конечно же, максимально широко использовать возможности реки Волга. Этих великолепных судов. И мы уже договорились с республикой Татарстан о том, что как только судно пройдет все технические регламенты, мы запустим межрегиональный пассажирский маршрут. Первый рейс Академии Крулов совершит из Чебоксар в Казань. Дальность полета судна на подводных крыльях до 400 километров. Он будет захватывать и Свияжск. По мере готовности причальных стенок и Меринский посад, и Козловка. Поэтому, конечно, увеличится количество путешественников, которые могут полюбоваться на красоты с Волги. В дальнейшем планируется запустить рейсы и в Нижний Новгород, и, может быть, даже ниже по Волге, более до Самары и дальше. Это будет развитие и экологического туризма, и медицинского туризма, обязательно развитие делового туризма. Планируем мы развивать спортивный туризм, детский туризм. Путешествия, деловые поездки, образовательные туры. Волга возвращается в индустрию речных пассажирских перевозок. Напомним, что имя Академика Крылова речному судну выбрали сами жители республики. Это имя поможет и судну, в том числе, показать свои великие, хорошие инженерные новые решения, которые обеспечат хорошие пассажирские перевозки для нужд республики и межрегиональные, и внутрирегиональные. Мы надеемся, что это судно достойно займет место в транспортной политике республики. Впереди процедура страхования и лицензирования. В июле и в августе в столицу республики один за другим должны приплыть еще два судна. Наталья Мальчикова, Александр Отюков, Сергей Емельянов, Республика.